Долой все советское. Украина стремительно избавляется от наследия СССР. И вот теперь руки дошли до международного женского дня. Со следующего года в стране 8 марта приобретет новый смысл. А главное, перестанет быть общенациональным выходным. Киев называет это переформатированием. То есть не праздновать надо, а права женщин защищать, считают украинские власти. Общественность при этом недоумевает, а с каких это пор одно мешает другому. Обозреватели убеждены, что тут для Киева главная задача выбросить на свалку советский праздник. Но вот только женский день, он же международный. И отмечается он ежегодно Организацией Объединенных Наций. Последний 8 мартовский выходной в Киеве в репортаже наших украинских коллег. Алиса Виноградова, одна из самых активных и известных участниц движения «Фемен», назначает встречу Верховной Рады. Украинский парламент «Наши героини» называют оплотом патриархата. Потом и выбрала это место для интервью. Ничего женского у власти, у партии нет абсолютно. Против 8 марта воинственные девушки ничего не имеют. Для них это такая же дата, как Новый год или День сурка. Говорят, с феминизмом у этих праздников мало общего. Да и сама организация «Фемен» исповедует идеологию проженскую, но специфическую. Мы не классические феминистки. Наша идеология называется сэкстремизм. Мы действуем так. Это наш способ и метод борьбы. Патриархат привык видеть голую женщину в мужских журналах, у себя в кровати или в кино. А вот когда она возникает там, где ее абсолютно не ждут, например, на встрече двух президентов или на Венском балу, это вызывает диссонанс. Это полностью нарушает политический ритуал. К политическим ритуалам Виноградова давно привыкла. С голой грудью она протестовала против визита Петра Порошенко на Венский бал, жгла медведей в магазин «Рошен», принадлежащего украинскому президенту, и призывала к сладкому импичменту. Фемен, кажется, не просто готовы к любым последствиям, они нарываются на неприятности. Их акции по всему миру традиционно заканчиваются в отделениях полиции. Но это, говорит Алиса, побочный эффект. Организация девушек, готовых обнажить грудь в любой, даже самой экстраординарной ситуации из украинской превратилась в международную. Последователи у них по всему миру. Единственное, что оставляет этот мужской мир женщине, это ее сексуальность. Четвертый год подряд в Украине кипит работа по декоммунизации. Сначала страна избавлялась от памятников советской эпохи и усердно переименовывала улицы. Теперь у Института национальной памяти руки дошли до 8 марта. Объявив женский день советским понятием, в Киеве постановили, со следующего года этого праздника не будет. В 2018-м самый последний раз. Мы переформатируем Международный женский день в день борьбы за права женщин. Убеждены, что статус выходного дня был дан советской властью этому празднику, чтобы лишить его правозащитного смысла. Соответственно, чтобы вернуть ему правозащитный смысл, мы предлагаем лишить его статуса выходного дня. Первые женские правозащитные организации в Украине появились еще в середине 19 века. Украинская феминистка и эксперт по гендерным вопросам Мария Дмитриева о женском движении в Украине знает все. О равноправии полов она читает лекции. Говорит, именно активистки-правозащитницы сыграли значительную роль в обретении независимости украинского государства. Это традиционное для Украины явление. В Украине феминизм развивался параллельно с остальным миром. Конечно, наши дорогие праворадикалы, не к ночи будут помянуты, очень возмутятся после таких высказываний. Наша история такова, что женское движение было и есть частью украинского национально-освободительного проекта. Без женщин он невозможен в принципе. К отмене 8 марта украинское общество не готово, заключают социологи. К примеру, актер и режиссер Илья Ноябрев считает Международный женский день лучшим праздником в году. Шоумен в этот день поздравляет любимую тещу, трех дочерей и жену. Поздравляет вот так. С ночи, с ночи, дорогие друзья, дотроньтесь до вашей любимой женщины. Толкнись ее локотком, шепните ей что-то такое на ухо. Можете даже крикнуть, она, поверьте мне, не обидится, она будет счастлива, что в этот день она не осталась без вашего внимания. С одной стороны, возвращение праздника к идее гендерного равенства в Украине одобряют. С другой, не понимают, каким образом это противоречит цветам, подаркам и весне. Ну даже если отменят, все равно для нашего поколения оно останется. Весна, конечно, не начинается 8 марта, и это гораздо больше, чем один день. Но для себя я оставила, да, атмосферу весны и радости. Но остальные праздники должны быть, а 8 марта уже хуже всех. Именно так хуже всех, потому что советский, убежденные украинские ультраправые. 8 марта на Крещатике Киев приветствовал многочисленный женский марш. В столице правые лишь наблюдали. А в Закарпатии радикалы решили себя проявить сполна и облили вышедших на мирную акцию женщин красной краской. Ответ секстремисток Фемен долой одежду. На вопрос RTVI о практической пользе акции на гешом Алиса Виноградова реагирует уверенно. Эффект есть. Знаете, после акции в Ватикане, которая была в прошлом году, 25 декабря, папа Римский разрешил кормить грудью в Сикстинской капелле. А на следующий день или на протяжении недели он пошел в украинскую церковь в Риме проповедовать. Мы видим, они боятся этого явления. Патриархат боится этого явления и реагирует на него. В то же время эксперты подчеркивают, стереотипы о мужской и женской ролях в стране за последние годы лишь усилились. Эксперты утверждают, что антикризисная политика власти в государственном секторе привела к сокращению женских рабочих мест почти на 40%. Огромная разница в зарплатах. За одну и ту же работу женщины получают на 25% меньше мужчин. И тут вместо формальной отмены праздника хорошо бы заняться реальной защитой прав женщин. 8 марта – хороший повод задуматься. Арсен Цимбалюк, Дмитрий Клименко, РТВА, Киев. Кать, но ведь не только Украина ассоциирует 8 марта с советским прошлым. Вот Грузия, например, женский день отменила, так ведь? Грузия формально не отменила, Марианна, чтобы не расстраивать граждан, вероятно. Но придумала новый праздник 3 марта. Там отмечают День матери, который широко поддерживается руководством страны. И на этом фоне 8 марта понемногу, конечно, уходит в прошлое. Ну вот, на мой взгляд, было бы правильно вернуть этому дню правозащитные смыслы. И в России в том числе не только мимозы дарить, но и о равенстве полов и о правах женщин задуматься не помешало бы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова